Нужна ли нам европейская армия? Логотип. Нужна ли нам европейская армия? Stern. Германия. Вновь обозначились ясные линии фронта между Россией и Западом. Поляки уже проводят учения, имитируя военное противостояние. Европейская армия нужна, и ее создание стало бы сенсационным и эпохальным событием. Тильман Мюллер. Тильман Мюллер. Апфото Майклсон. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что Европа должна создать свою собственную армию для того, чтобы сказать Путину, мы серьезно относимся к защите наших европейских ценностей. Прав ли господин Юнкер? Да, он прав. И, возможно, его требование представляет собой эпохальную сенсацию. Это сигнал пробуждения в адрес тех западных европейцев, которые все еще привыкли с некоторой озабоченностью регистрировать рост некризисных очагов, однако продолжают отмахиваться от них, как от чего-то далекого от их собственных каждодневных забот. Однако ничего подобного больше нет, и, возможно, это первое по-настоящему большое политическое новшество 2015 года уже произошло. Новая холодная война. По крайней мере, с момента аннексии Путиным Крым стало очевидным, что мы, европейцы, соскальзываем в сторону новой и опасной эпохи. Уже сегодня, спустя год после захвата Крыма, мы, по-видимому, находимся в состоянии новой холодной войны. Так сказал недавно известный британский историк Орландо Файджес. Орландо Файджес. Вновь существуют ясно очерченные линии фронта, вновь существует разделение между Россией и Западом, отметил этот исследователь деятельности Сталина. Россия восприняла расширение НАТО на восток как объявление новой холодной войны. Москва будет продолжать проводить политику, направленную на дестабилизацию своих соседей, и делаться это будет для того, чтобы сдержать распространение влияния НАТО. Повсюду на пространстве от Барселоны до Берлина европейские политики начинают пробуждаться. Наше будущее как европейцев в какой-то момент будет связано с созданием европейской армии, заявила федеральный министр обороны Урсула фон дер Лейен. Урсула фон дер Лейен. Ситуация может стать вполне серьезной. И сегодня, как раз в эти часы, новый председатель Европейского совета Дональд Туск обсуждает с американским президентом Бараком Обамой то, каким образом Соединенные Штаты и Евросоюз будут в будущем вместе противостоять действиям Кремля. «Мы должны перестать строить иллюзии», — сказал Туск перед отлетом в Вашингтон. «В свете событий на Украине вся Европа должна в полной мере осознать, насколько серьезной может стать ситуация», — добавил он. Туск, поляк, он был премьер-министром Польши, а вырос он в стране, которая всегда воспринимала Россию как опасного соседа. «По данным недавно проведенных опросов, каждый третий поляк верит в то, что в ближайшие 10 лет произойдет вооруженный конфликт с Россией», — сказал мне недавно один знакомый фотограф в Варшаве. Перед этим он посетил тренировочный лагерь для подготовки военизированных формирований. «Около 30 тысяч поляков, в том числе и немало женщин, добровольно проходят сегодня подготовку на организованных по инициативе самих жителей страны военных курсах, а форму они оплачивают из собственных средств», — рассказал он. «Их цель, по его словам, состоит в том, чтобы таким образом повысить готовность к обороне в Польше». Оригинал публикации «Опубликовано. 9 марта 2015 года 12.56».